Строительство новой школы в поселке Снежный идет полным ходом. В 2016 году по поручению мэра Магадана Юрия Гришана за счет муниципалитета создали проект новой школы, отвечающий всем современным требованиям. Сейчас дети отдаленного микрорайона вынуждены ходить в старую школу, которой уже почти 70 лет, без особых удобств, где к тому же не хватает мест на всех. Новое здание вместит 50 школьников и 30 ребят дошкольного возраста, для которых планируется построить отдельное крыло. Договор на строительство учреждения заключили с компанией «Батыклей», но в начале 2020-го Минстрой задолжал подрядчику 23 миллиона рублей. Сегодня долг погашен и стройка идет полным ходом. На сегодня ставится опалубка и в первых числах апреля мы ставим завод бетонный, прямо на место, на площадку, где будем по месту заливать. Также в Магадане продолжается строительство нового бассейна с двумя чашами. Фундамент 25-метрового бассейна на улице Октябрьской уже готов на 100%. Сейчас здесь возводят металлоконструкции. Два крана, бетономешалка и 30 человек монтируют малую чашу вместимостью 170 кубометров для детей, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Спортивный объект возводят на средства единой субсидии Минвостокразвития. Технология, применяемая при строительстве, позволила вести работы даже в зимний период. При заливке бетона в котловане проложен специальный кабель, который нагревает бетон. Утепленный фасад здания почти готов. С 1 апреля начнется кровля крыши и установка большой чаши на 370 кубометров воды. В данный момент монтируется металлоконструкция, ставится, ведется приемка бетона. Также монтируется уже малая чаша. Устанавливается опалубка на лестнице. Завозится грунт на обратную засыпку под большую чашу. По словам главы Магадана, строительство новых объектов даст новый импульс в развитии города и повышении численности населения, что на сегодняшний день очень важно для областного центра. При нулевой температуре темп на объектах должен вырасти. Городские власти рекомендовали подрядчикам соблюдать технологии и правила благоустройства.